Цели устойчивого развития должны быть достигнуты всеми государственными членами ООН к 2030 году. Это означает, что все страны призваны совместно решать насущные проблемы нашей планеты. Все страны, это означает вместе и каждая в отдельности, страна должна прикладывать усилия для создания глобального гражданства. И для этого государства должны мобилизовать свое население, всех, кто привержен этой идее, а затем поддержать, воплотить в жизнь многосторонние инициативы, также побудить действовать всех тех, кто наиболее уязвим. Таким образом, они будут рассматривать глобализацию не как потерю идентичности и ресурсов, а скорее, как возможность для новых солидарных связей. На самом деле, вопрос об антропоцене, вопрос борьбы с глобальным потеплением, вероятно, является нашей единственной всеобщей повесткой дня. В последние годы для создания экологического гражданства было приложено много усилий, в частности, по вопросам реапроприации общественного пространства и природного пространства, которое ощущалось как нечто чуждое гражданам. Цель устойчивого развития позволяет развивать эту универсальную повестку дня, своего рода новую энциклопедию, подобную той, которая была создана в XVIII веке. И это должно мобилизовать все заинтересованные стороны в процессе достижения глобальной цели социального процветания, концепции, которая заменяет идею прогресса, в том смысле, что она демонстрирует, что существует темная сторона прогресса. Задача состоит в том, чтобы защищать не только самых уязвимых людей, но и биосферу. Другими словами, гражданство, построенное в рамках цели устойчивого развития, это индивидуальный и коллективный смысл глобальной повестки дня. С этим связаны два масштабных вызова. Первым масштабным вызовом, связанным с целями устойчивого развития, является сохранение верховенства закона, неотделимого от новой эпохи глобализации. Мы должны помнить о возросшей важности проблем иммиграции для Европы, для Запада, для которой вновь стали очевидны все недостатки глобализации и все те, кто остались за ее бортом. Речь идет о постоянной вынужденной мобильности, а также о трагическом разрыве между судьбами трудящихся, производителей, потребителей, граждан. И в конце концов приходит конец системы, в которой недостатки модели социальной ответственности сваливаются с одних на других. Земля круглая, она представляет собой замкнутое пространство, и проблема лишь возвращается отправителю. Итак, у нас есть верховенство права, которое рискует быть разрушенным изнутри и извне, именно потому, что оно слишком тесно связано с социальным вопросом, неотделимым от вопроса миграции, неотделимым от вопроса экологии. Какую модель социальной справедливости мы хотим применить у себя в странах? Модель, которая сочеталась бы с динамикой глобализации, при том, что нам предстоит обязательно подумать о том, как ее упорядочить. И в современных реалиях это крайне важно. Экономисты, антропологи, юристы признают эту диалектику уязвимостей или противоположность возможностей. Там, где недостаточная демократическая система управления, существует опасная эксплуатация ресурсов, усиливающая экономическую и социальную уязвимость, и образуется снежный комп проблем. Если мы хотим сохранить философию и практическое применение верховенства права, правого государства, необходимо не отделять эти вопросы от вопросов социальной справедливости, окружающей среды и глобального управления. Экологическая справедливость, экологическая этика, экологическое бремя, экологическая задолженность – все эти термины у вас на слуху. И они сегодня точно объясняют, что модель социальной справедливости неотделима от того, как мы мыслим наши отношения с природой и ее ресурсами, гармоничные, менее разрушительные. Работы Элинор Астрон, Эуа Лорана, Нортхауса, Тобина, Гадре, Ричардсона, Джареда Даймона, Десковы, Мишеля Приора, мы не будем называть их всех, эти работы напоминают, что основой социального договора является природа. Природа является первым столпом социального договора, поэтому не имеет смысла противопоставлять социальный и природный договор. Мы живем благодаря экосистемным услугам, а именно услугам, предоставляемым природой человеку. В ближайшем будущем нам также придется изобретать новые способы управления, сочетание суверенитетов. Но что это значит? Я бы назвала это рематериализацией мирового управления, то есть мы направлены в сторону эпохи глобализации, которые не усиливают технократию, а наоборот территориализируют, релокализуют глобализацию. Мы не вернемся к режним временам, но мы обязательно должны думать о социальных и экологических моделях справедливости, адаптированных странам и регионам. И в то же время все это неразовно связано с вопросом глобального управления. И это и есть сочетание суверенитетов, то есть союз между национальным государством с одной стороны и глобальным управлением с другой стороны. И тогда, очевидно, необходимо будет придумать модели солидарности, которые, конечно же, повлекут за собой изменения в экономике. Речь идет о корпоративной социальной ответственности, об экономике, которая не создает вокруг себя негативных последствий, которая создает только позитивные последствия. И речь идет об общественных благах, о том, что не является объектом собственности, в противовес собственности. Мы построили наше общество на базе имущественных отношений, и мы должны сделать так, чтобы 21 век был веком сохранения общественных благ и невозможности собственнического отношения к природе. Это первый важный шаг. И второй важный момент – это проблема здоровья для человека и общества. Всемирная организация здравоохранения должна разработать и взять на вооружение гораздо более широкое определение здоровья. Все вам хорошо известно определение здоровья ВОЗ. Это не только отсутствие болезней, а состояние полного физического, душевного, экономического, социального благополучия. Но нам стоило бы добавить к этому и экологическое благополучие. Итак, сегодня мы прекрасно видим, что человек сохраняет свое здоровье в понимании Ницше, когда он может чувствовать себя частью биосферы в гармонии с природой. Это вопрос биофилии, это также вопрос о том, что внутри нас имеется микробиом, бактериальный геном, который находится в постоянном диалоге с окружающей средой, и что наше здоровье является природом, плодом этого взаимодействия между нашим организмом и его средой. Кроме того, существуют крупные работы, также по психологии, написанные Анкаролин Приво, Кирлеттом, Питером Кейном, Клейтоном. Все эти специалисты напоминают нам о том, что мы должны обратить внимание на так называемую экологическую амнезию. То есть, мало-помалу имеет место исчезновение опыта природы, что вызывает большие проблемы, так как тем самым опасно ослабляется связь человека с природой. В заключении хочу лишь напомнить о парадоксальном характере цифрового перехода, неотделимого от экологического перехода. Он позволяет нам добиться значительного прогресса в достижении наших целей устойчивого развития, и в частности, в вопросах привлечения граждан. И, как мы это говорим, при этом надо помнить, что есть темная сторона цифрового перехода, а именно его энергоемкость. Просто подумайте о центрах обработки данных, о проблемах редких металлов, редкоземельных элементов, которые входят в состав большинства наших подключенных устройств. И мы знаем, что добыча и обогащение руды, содержащей редкие металлы, требуют применения чрезвычайно загрязняющих процессов. Итак, завтра нам придется постоянно и детально рассматривать вопросы энергетического и цифрового перехода параллельно с вопросом экологического перехода. Последний момент перед завершением. На самом деле речь идет о возвращении к началу истории, вспоминая, что есть истина, что является основным предназначением экономики. Экономика – это ойкос номос, то есть просто ойкос, служба дома, службу очагу, то есть обслуживание нашей жизни в мире. Мир, как таковой, не пригоден для жизни человека. Пригоден для жизни лишь мир, построенный людьми, построенный на основе солидарности, построенный с заботой и, в частности, с заботой о природе. Необходимо, чтобы завтра мы поняли, что мы пытаемся создать экономику, не только поддерживающую жизнь людей, но и поддерживающую гуманизм людей. Л'уманизм des hommes. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok